доброго доброго вечера друзья и гости канала я Наталья Успенская и я очень увлеченный растениями человек у нас за окном зима а дома растут растения цветут цветы у меня тут много всякой красоты но сегодня не о цветах сегодня хочу с вами поговорить о сансевьериях вот тут они у меня живут в эту зиму и освещение позволяет им расти оказывается сансевьерии зимой не спят просто на подоконнике им было холодно и мало света и вот средь зимы растения эти требуют моего вмешательства потому что активно растут давайте рассмотрим поближе мы с вами не так давно смотрели все все мои сансевьерии в обзоре поэтому я не буду подробно говорить о каждой а только о тех у которых есть новости и очень очень положительный вот это мои две розеточки одного сорта я приобретала под названием кирки стар каньон гранит но по моему по каталогам официальное название купертон кажется так столько названий можно запутаться мы отделяли деточку для моего очень хорошего друга она обязательно попадет туда но она все еще со мной и у нас уже новая деточка вот она смотрите какая прелесть какая прелесть поливая смотрю а что у меня тут торчит а у меня еще одна детка вот эта розетка приехала ко мне почты уже где-то полтора года назад и точки роста не вот это не вот это вот это кстати отдельная розетка они не проснулись ну так бывает у сансевьерии не знаю стресса 0 и может быть повреждены чем-то точки роста хотя с виду совершенно здоровая вот маленькие листочки есть и там еще есть малюсенький листочек ну не знаю что обиделись из-за пересылки а вот деток растет очень и очень активно и только мы с вами сняли вот эту большую деточку да я ее уже большой снимала на два листа я больше не снимаю самостоятельно жить маленькие розеточки потому что они могут зависнуть в росте на год и даже больше друзья и вам не советую брать такие маленькие розетки некоторые продают уже вот в таком вот размере вы представляете выдергивают их от мамы отделяют и только раскрывшийся вот этот клювик уже продают я не представляю можно ли из нее что-то вырастить и вообще смысл вот это покупать у меня вот жизнеспособность такого растения под вопросом поэтому с мамой с мамой до формирования хороших двух листов вот это я понимаю деточка и что только пересадили а у нее уже самостоятельная корневая во все стороны лезут корни вы представляете как все хорошо проходит когда детка отделяется вовремя некуда нам торопиться поэтому я когда уверена вот уже в таком детеныши тогда и отделяю и не раньше поэтому вот эта детка будет с мамой очень и очень долго пока не нарастит ну хотя бы два листочка примерно до такого же размера хотелось бы ее вырастить но есть еще одна радостная новость вот так вот стоит моя красавица масса не она это варигатное растение приобретенный мной на заказ из азии где бы еще такую экзотику приобрести у нас масса не она продаются только чисто зеленый и приобреталась она вот так вот в двух листочках вот листочкой вот я специально просила мне не слать маленькую розеточку 23 листочка потому что я уже знаю чем чревато слишком маленькие розетки и вот эти два листочка ко мне приехали через небольшое время вырос вот такой вот листочек 3 смотрите розетка не тормозит в развитии вот что значит растение хорошего размера вот эти маленькие кусочки то что нащиплет по одному междоузлю что с черенкованием лиан что вот с ансимириями чем больше череночек тем и лучше развитие и сильнее растение и быстрее но идет в рост получается ко мне приехала это растение в мае года еще нет как она у меня и уже у нас вот такой вот успех есть у меня розетки которые имеют такой же успех но у меня находятся уже полтора года то есть значительно хуже развиваются и вот под лампами в теплом месте я смотрю смотрю а у меня тут вот еще ростик тадам вот из этого получается ну да из этой же розетки и вот этот лист пошел и вот этот лист смотрите какой прекрасный тоже с варигатной каем очка вот у этого сорта на такая сдержанная желтая варигатность и это был у неосознательный выбор не очень яркое растение потому что я не знала как азиатские сенсивьерии перенесут транспортировку и как долго они будут адаптироваться и ведь известный факт что чем больше светлых полос и варигатных вот таких участков тем слабее растение поэтому я вроде как и варигатное растение взяла и в то же время с хорошим иммунитетом потому что очень много зеленых участков но она и так очень даже красивая экзотичная даже с небольшим количеством варигатности ну так вот ростик ростиком пошел я этому очень рада что у меня под лампами сенсивьерии растут зимой смотрите какой горшок я не знаю вам видно он овальный друзья он овальный вот как раз вот в эту сторону где идет активный рост в эту сторону он и вытянулся но по мне это не дело должно быть растению пространство куда двигаться куда двигаться дальше чтобы не деформировались подземные части корневища потому что осень севьери основная жизнедеятельность идет под землей да именно там образуются новые побеги и сверху мы видим уже красивые розетки а растет сенсивьерия вся под землей и да мы с вами сейчас ее пересадим смотрите что я и подобрала это салатник друзья нет у меня такого горшка который бы соответствовал запросу этого растения мне нужно чтобы было шире больше чем выше это растение именно ширину развивается будут корневища идти в бок и образовываться новые небольшие розетки у этого сорта особенность в том что больше точек роста идет от корней чем листьев то есть развивается именно в плоскости горизонтальной а сами розетки имеют немного листьев вот сейчас лезет третий лист мне кажется у массы нян больше и не будет но мы с вами конечно это узнаем все на личном опыте мне и само это очень интересно такого растения у меня не было я очень мечтала и вот смогла найти на заказ в одной только группе ну конечно не одна группа это занимается поставками растений из азии ну вот так подружились доверилась и смогла заказать и так на дно я уже положила немножко угольного дренажа уголь раскисляет нижние слои грунта предотвращает заболевание корневой системы служит источником минеральных веществ и создает необходимые воздушные карманы для дыхания корневой но угля здесь как видите очень мало так вот несколько кусочков буквально потому что он есть в составе грунта и так грунт для сансевьери грунт должен быть 6 7 ph примерно для этого я брала грунт универсальный вот так вот поставлю вам чтобы было наглядней грунт универсальный он вот такой темный он как раз примерно около нейтрального уровня имеет ph и половина разрыхлителей мои любимые циолит наполнитель для котиков барсик стандарт служит как влагоудержатель затем он влагу отдает растению при просыхании грунта и тем самым регулируя увлажнение мой любимый керамзит не очень крупный такие вот шарики обожженной глины замечательный легкий материал который не теряет свою структуру спустя годы и 5 процентов угля я добавила вот суккулентным растением очень нравится в составе грунта уголь так как он служит профилактикой различных гнили до суккулентов к этому склон и я специально насыпала на светлую часть горшка чтобы вам было видно количество примерно 5 процентов от общего объема поэтому я не стала много добавлять угольного дренажа уголь у нас будет в составе и нам с вами осталось это только перемешать смотрите какой чудесный грунт получился и рыхлый и питательный одновременно сен-севьери в общем-то неплохо растет и в грунте должны быть питательные компоненты и в то же время здесь достаточно рыхлая получилась консистенция то что нужно для дыхания корневой давайте посмотрим что же у нас тут в грунте прячется почему так деформировался горшок ай да азиа . ай да молодец правда не знаю что теперь буду делать с этим горшком уже были у меня такие случаи горшок так и остается овальным навсегда может быть его как-то согреть чтобы он принял свою прежнюю форму не поливала специально надеюсь выйдет легко да друзьям легко вышло смотрите росла у меня это сен-севьери без дренажных отверстий замечательно росла и развивалась у меня все растения без дренажных отверстий я считаю что это более удобный способ выращивания растений у меня не пересушиваются корни прекрасно развиваются в слабом 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 увлажнении все дело друзья в поливе лишняя вода здесь ниоткуда не возьмется кроме как от меня смотрите какая красота все чистенько какая-то чешуйка сухая от старых листов все просто замечательно и вот такие мощные корешочки дренаж угольный я уберу это старый дренаж чтобы нам не делать два слоя дренажа все это немножечко уберу очень даже легко убрался дренаж почти весь и убрала смотрите какой горшок овальный вот вот так вот она умудрилась его растянуть так ну давайте приступать к посадке на уголь насыплю немножко грунта и можно устанавливать нашу красавицу вот из-за нее собственно весь мой заказ затеялся я еще в тот раз купила французи в регатной формы но вот главная моя цель была вот это масса не она в регатной формы так друзья по моему все идеально высота расположение по центру и можно засыпать ну что друзья красота красота теперь есть куда развиваться этой санте вере именно в ширину она будет развиваться больше чем в глубину это особенность этого сорта по идее здесь в этой розеточки не должно быть больше листьев а должны образовываться новые розетки вокруг вот этим меня привлекал этот сорт своей необычностью сенсивьерии такие разнообразные есть розетки которые растут в длину практически до бесконечности например такие как французи а вот это сенсивьерия должна как раз расти в ширину и как раз салатник для нее будет идеальной формы вот не всем сенсивьериям нужна такая ширина ну вот этому сорту я считаю это просто идеально тем более смотрите вот тут такое скошенное расположение краев горшках стандартных не такой угол наклона более вертикальный и тут когда пойдет росток в бок я думаю он очень легко и быстро найдет свой путь потому что края здесь вот хорошим таким наклоном да и смотрится симпатично смотрите можно найти любой салатник под любой вкус интерьер под свои уже имеющиеся горшочки по-моему смотрятся очень даже симпатично красотулечка мою поливать конечно же я сразу не буду потому что мне сенсивьерии вообще не любят перелива а тем более после пересадки если где-то треснул корешочек то пусть он лучше в сухом грунте подживет замечательно освоилась моя азиатская красавица я считаю с весны и уже такая корневая и хороший такой земляной ком захватила в общем может быть что я даже и насмелюсь купить снова какую-нибудь азиатскую сенсивьерию но уже с большим количеством варигатности больше желтых полос белых мне кажется они очень красивые раз у меня все получается то можно замахнуться и на более рискованные варианты как думаете вам нравится сенсивьерии который почти целиком желтенький и беленький мне очень нравится ну посмотрим друзья посмотрим по финансам они ведь тоже не дешевые например вот это вот растение обошлось мне примерно в районе 1700 вместе с доставкой нет не дешевые они посмотрим там когда потеплеет до весны пока что далеко подумаем друзья а мы на сегодня закругляемся я вас благодарю за внимание за вашу дружбу и лайки спасибо что составляете мне компанию в этих чудесных цветочных делах желаю вам успехов и удачи во всем и пока пока до скорых встреч увидимся